всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий мы с тобой продолжаем играете blacktail чё blacktail рокки в общем сегодня у нас откроет с тобой тайна что же там за обряд то в пещере происходит вот глава у нас 9 что же там за обряд в этой происходит пещере сейчас узнаю но мне кажется что да про чадо углей это божественное дитя которому поглоняется все жители острова и она сама про чадо углей может там феникс реально тот который во сне был чадо углей ну типа это феникс выбрать и рождаю разум и сердце пришло время поведать его историю дабы она не была забыта что нам делать пошли хотим сани и будем делать то же что я не нельзя себя выдать пошли пойдемть может феникс реально может что-то жестокое может не знаю а миссия гляди символ ордена так это они построили много лет назад на этом острове родилось дитя благословенное солнцем от великого светила получила она пламя повелевающие всем живым так появилась на свет чада огня что пламя его воссияла над миром чада благословила его своим благоуханием смехом и радостью его домом был остров колыбели он стал землю мира и покоя землей исцеления и процветания колыбелью света но свет искушает зло а зло не ведает жалости идемте дитя на троне в храме ордена это чадо углей нихуя не понимаю но очень интересно чем разбираться смотри рисунок это носитель макюлы такая фреска была у мамы в лаборатории у нас дома преклоните колени зло искала чада в этих самых стенах она забрала его огонь и силы испещрила черными как уголь шрамами руки матери больше не могли его согреть и поэтому свет его угас почти безвозвратно и чада огня превратилась в чадо углей господи настали темные времена люди забыли о нем но только не мы в этом пламени последний отблеск его света наша надежда и теперь двое из вас женщины и дитя должны пронести его сквозь тьму вы вы склоняете головы смирение украшает вас вы пронесете его свет через самое сердце тьмы примите его а там к джопу да что придете по его стопам будете страдать от холода утопать во тьме мучиться сомнениями вы увидите умирающие чадо глазами матери вы будете и жертвой и свидетелями храните этот факел любой ценой носители выбраны занимайте свои места что нам делать нам нужно подыграть давай пошли мне кажется типа жертв приношения идите и принесите ему свет от этого многое зависит кому ему невероятно чума они думают это все от того что их чадо умерло так они ничего не знают про макину думаю нет видишь как они все истолковали превратили носителя в божество а миссия вода погасит факел мне кажется это все часть церемонии утопать во тьме все закончилось скоро мы согреемся тут крыс сейчас будут по-любому блять это было ужасно но ты справился я думал что там успокойся теперь все хорошо нет не страшно просто иди я с тобой она умирает на руках матери зло торжествует столетия проходят войны голод и чумас не сходят на нас грезит рождение но как они быстрее сюда нас нашли его угли мерцают во тьме как мать я приветствую его передайте его мне вы справились чадо должно восстать услышь меня чада я больше не бесплодна ибо во мне живет твое пламя я мать стань фениксом возрожденным чадом огня все вместе раздувайте огонь феникс это же феникс да я его вижу он настоящий даже если он обозначает орден он настоящий это я софия идемте я нашла проход сейчас или никогда ты зажжет его пламя вновь дыхание жизни пошли 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 пока это мангал раздувают что нас нет не заметен сейчас нас не отличить уже приношение было я думал что здесь страшно будет пока ничего уже и поклоняются тому кто разносит инфекцию видела изображение феникса на этой двери и подумала что ты правильно подумала им сейчас не до нас тогда пошли куда блять а это дверь ну вот в стенах it's locked это невероятно да уж трон для ребенка он он жил здесь ты про чадо углей нет никакого чада углей я же рассказывала тебе об ордене этот остров принадлежал им а ребенок на фресках это носитель прима макула прима макула час от часу не легче алхимики называют это изначальной порчей она пробудилась в юго еще в младенчестве и она продолжает расти и убивает его вот для чего построили это место ради пришествия носителя макула орден соберется вокруг него будет изучать пытаясь найти решение а крысы принесут дай угадаю смерть войну болезнь и голод не только крысы в общем они заблуждались нет никакого чада углей который придет и спасет мир это просто фантазии оправдывающий их надежды какие-то бредовые фантазии я считаю отчасти они правдивы и та часть что спасет его наиболее ценные для нас базилиус и элия ничего не изменилось это вода не волшебная вода а ты приселяющий пруд и сна он как некий символ как алхимические рисунки матери застоявшаяся вода редко бывает волшебный эй иди сюда это его трон а это кажется его имя базил он тоже был носителем как ты ты не один такой вот почему тебе это снилось что-то позвала тебя сюда и это неспроста посмотри на это место если где то есть лекарство то она здесь а кто такая или похоже здесь есть еще помещение вон там давайте искать дальше давайте искать дальше идем уверенно нас ждет масса удивительного исследуйте внутренние пока мне как знаете они узнают то что он этот им будут поклоняться молиться его у нас заберут и будут поклоняться здесь до нас что никто сюда не заходил о это домик ты прав выглядит нетронутым может это место для них реликвия эй догадался чья это комната это его комната базилиуса представляешь он тут жил играл сидел там где сейчас сидишь ты поразительно да да и он тоже любил домики прям как ты ты любишь домики я тоже у него был феникс да может ему снился тот же сон что и тебе идем посмотрим что он нам еще оставил да кстати говоря в первой части у нее такой же дом был у этого у нашего этого парнишки тоже такой же дом был мы не будем короче смотреть пошли куклы до игрушки это комната воина не просто воина взгляни на форму доспехов да ем и а что с ней они же женские оу или я ну конечно это ее комната она была его защитницей защитницей силохранителем носителя как я ух юга она была сильная ну а смотри к истории то прям совпадают да я мою смотри пусковые таблички на них что то есть его рисунки вот она а вот он вместе с ней он любил ее похоже немного времени проводили вместе прямо как мы это все так необычно да идемте дальше похоже на них на самом деле прям вот как будто их историю это невероятно у меня такое чувство словно я их знаю словно базилия смог бы быть моим другом я тебя понимаю гляди снова его птица ее силуэт это же символ ордена так феникс это орден и все что сожалею парень но нет теперь понятно почему на их фресках он возвышается над ребенком они считали себя лучше его им было на него наплевать но для нас это ничего не меняет идем завершим то что начали хорошо пошли побыстрее ходить как бы это таким то три часа будем ходить а ну черт возьми что это за место алхимическая лаборатория может вернемся постой разве это не то что вы искали да но точно ты права ищи все что связано с эликсирами лекарствами например книги рисунки может даже ингредиенты хорошо а то нор нет чтобы в нем не готовилась это уже давно испарилась черт возьми ну и место все это бесполезно ну пожалуйста хоть что-нибудь есть навряд ли здесь что-то есть если что-то был то она уже испарилась пусто нет какого черта эй успокойся мы что-нибудь найдем а я дальше прости был бы тут лукас он бы нам помог а где угу ты что-нибудь нашел стол он лежал на нем подожди сейчас иду да лежал на нем ставили здесь эксперимент пытались изучить эй что-то случилось они тоже ему делали больно я уверен эй понимаю все вышло не так как ты ожидал но все повторяется а миссия но или не позволила бы ему сделать больно да ты ты позволила в адену нет я я пыталась его остановить но я понимаю ты старалась прости что-то на нас малой гонит идите сюда софия где ты наверху как ты туда забралась загляните за занавес какой нахуй занавес за какой блять занавес а понял идем к югу что это двери нет может это какое-то помещение для наблюдений а можно чуть побыстрее передвигаться я не бегать ничего не могу что ты нашла записи алхимиков похоже они наблюдали за ребенком отсюда как за зверем в клетке есть что-нибудь о лекарстве нет но есть и другие записи прямо над лабораторным столом так нельзя представляю как эти ублюдки стояли тут и пялились на него давай лучше думать о том что они выяснили кажется я что-то нашла что же ты нашла подруга наша что там эти ваши алхимики записывали все что происходило с носителем записи идут по порядку и последнее сделано в пятьсот сорок первом году пятьсот сорок первом и что там сказано я самого монастыря не занималась латынью но здесь говорится о базилиусе и о эли драгос его защитница значит все это правда они были как мы и что с ними стало орден разлучил элию с носителем она взбунтовалась и ее арестовали у круглой башни и заточили в капелле в часовне внутри форта а базилиус куда он делся здесь не сказано что ж значит будем искать форт и круглую башню да форт и круглую башню сюда кто-то уже идет кто-то идет как всегда ну что мы тут закончили да давайте выбираться отсюда туда рискованно но вода поможет пойдем вода а че они сейчас делали будут и это и и и что они там что за ритуал они там проводить собрались предполагать вдвоем машин садами быть покинуть а святилищем не будем помешать все это рельба действует осторожно здесь обвал да укрепит это зловонная вода нашу решимость быть рядом с тобой днем и ночью я чувствую твою болезнь я разделяю твою боль мы защитим тебя мы позаботимся о тебе и я отец я жду тебя я мать я жду тебя мне кажется они поймут кто такой хьюго и они будут думать что это их сын и они нас как они могут стоять в этой воде они так хотят пришествие этого чада жаль что они обманываются прям как я и они не знают что обманываются им будет грустно когда все узнают хьюго то что тебе снилось все это правда просто мы пока не знаем где найти то что нужно я думал все будет легко и просто мы еще найдем то что тебе поможет ты уверена твой сон был вещем да тут не все так как в нем но он по-прежнему может все изменить может быть почти на месте в любом так и будет короче я говорю они хьюго заберут это отвратительно жаль что ты не можешь увидеть мой сон в начале там конечно страшно зато какие цветы расскажи еще что-нибудь о нем пожалуйста дерево так приятно пахло и у него были ветки как волосы оно казалось добрым продолжай а вода казалось может отмыть все что угодно не как это это так мило чертовски мило добрались что это приношение сюда скидывали короче какие у нее волосы разноцветные смотри-ка он нормальный это было побывала бы ты в море с моей командой тебе была бы не страшна войн мне этого хватило ну идем отыщем этот форт хьюго в моем сне не было форта да похуй всем уже на то что у тебя во сне было блять и мы многое узнали а нам нужно искать дальше ты что не хочешь узнать что стало с Элей и твоим предком ну какой-то туповатый знаешь маленький туповатый мальчик все будет хорошо маленький туповатый наивный мальчик который умеет вызывать крысы может уничтожить весь мир я не могу понять уже это вонючая тряпье да конечно так глава 10 линия крови хьюго вроде такой паранишка нормальный он такой тупой какой-то я не знаю какой туповатый ну вот как будто ничего и не было а мы молодцы особенно ты из тебя бы вышел отличный напарник почему блять у них разноцветные волосы блять что не так слушай если в твоем сне нет форта тогда поищем круглую башню хорошо хорошо а может местные еще сильнее украсили к вечеру остров а сейчас нормальный волосы то блять разноцвет то так чё нам делать надо найдите круглую башню пошли круглую башню сказать в любом гейнтон там это было я даже не знаю как и сказать аналогично но у нас есть зацепка прагматично ну что сходим еще раз к той карте или ты знаешь где эта башня давай знаешь что я до сих пор не могу поверить что ты ушла в монастырь моя мать была из богатой семьи они были не в восторге когда узнали что мой отец контрабандист вот и отправили меня в монастырь замаливать грехи похоже их затея провалилась уж лучше быть грешницей чем жить под замком так что я сбежала прибилась к отцу и надо быть осторожным если мой сон был неправдой то мы можем натворить кучу ошибок эй да брось все хорошо с тех пор уже столетия прошли верно софии права и у тебя есть мы да 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 конечно так круглая башня где она там вон там наверное где-то да пойдем еще раз глянем ну что взглянем на карту осторожно здесь высоко ладно итак ищем первую попавшуюся башню нет но возможно этот символ и есть наша часовня та капелла куда ее посадили ты права она как будто бы горит это просто рисунок итак мы знаем где святилище значит часовня на пути к большому дереву с лентами вероятно за ветряными мельницами теперь понятно куда идти вперед эй хьюго по пути мы сможем заглянуть на их праздник не ну хорошо там будут блядь не туда и другие менее опасные различизны никаких праздников блядь у нас расследование смотреть стоит никаких праздников пиздец у вас да какие праздники блядь за мельницей ну я в принципе догадался что туда придется спрыгнуть хорошо а можем через верх пройти а ты а и а в а в а летят учебу честь даже если чудо есть назвать не хочу остров большой а он пустой вообще делал здесь нет он сюда наверно может быть тут нарчут по-любому есть интересно есть не зря у так закрыта вот экс и горя башню вижу наверх ладно что это за лепёдка наверное стопор чтобы остановить мельницу уходим отсюда тихо и зачем зачем я ставил мельницу наверно куда-то может залезть не наеду вот здесь наверно в башню есть секрете ким понятненько кстати все веселье обижали боком найдите круглую башню нашли юга подожди мой рыцарь сможет захватить для меня башня чего возьми ее штурмом готов вперед далеко не убегай хорошо спасибо ему сейчас не просто я я хотела спросить тебе не кажется что это слишком тяжелая ноша для него да так и есть потому то мы это и делаем послушай мы конечно недавно знакомы но ты гоняешься за призраками и они его пугают софии мы прошли через ад ты даже не представляешь ты права но вопрос в том нужно ли ему еще больше от нас нет выбора понятно почему эй стариков надо уважать не такие вы уж и старые такой взял башню штурмом нет дверь заперта давай быстрее пока клипнет на кашель и поищем обходной путь я понял что обходой путь надо искать в полу я тебе забыл сказать юга король а я капитан его стражи значит ты у нас главный ну ты можешь быть моим контрабандистом королевский контрабандист почту за честь не забывай нас еще ждет штурм форта ах да еще и штурм часовни ты со мной а где мы здесь какую информацию узнаем о чем мы здесь форо сузами здесь все же разрушен ну как бы во что мы здесь узнаем какую информацию мы же не найдем наверно отсутки убрались просто как бы старая башня чё да уходим ах да идемте уходим горит уверен куда мы уходим то блять ты горит мы уходим то уверенно куда мы уходим там уходим просто наверх это типа конец уровня вот и форта надеюсь там будет поменьше народу чем святилище выглядит он конечно менее привлекательно мне кажется граф с графини не копались записи хордина потому что они считали это место слишком священным есть только один способ это выяснить да идемте вот так вот ребята идем форту и опять будем ползать по кустам если честно мне этот стелс уже как бы поднадоел врать не буду но такой нудный здесь какой-то долгий ну на то конечно он и стелс в чем дело надвигается шторм с чего ты взяла поверь мне он так переживает и все из-за какого-то сна а когда ты последний раз переживала из-за снов когда я была ребенком эй какой милый цветок хочешь его конечно а ведь еще недавно он не дарил цветы время не стоит на месте парни взрослеют ладно давайте поскорее доберемся до этого форта давайте я не против давайте останемся здесь мне тут нравится да сейчас разбежался чем тебе это поможет в югу нужно идти к тому же надвигается шторм кстати говорит здесь на останемся слушай их юга ты когда-нибудь дарил цветок даме твоего возраста нет и мне теперь нравится перья хочется уже чего-нибудь поинтереснее цветочки перышки перышки лучше почему потому что с ними можно полетать понятно ты только прямо сейчас не улетай хорошо у нас проблема как же мы переберемся давайте спустимся как же мы переберемся только не подходи к нему близко этот мост вот-вот рухнет можете вода ломать давай тут есть столб с веревкой и крюком ну чего из опорной точки вы можете создать связь с предметом с помощью арбалета если вы стрелите за арбалета да думаешь сработает надеюсь что ж сработало золотая лестница подана она выдержит ты только не прыгай на ней так ладно вау глядите какой вид красиво скучаешь по морю еще нет но пожалуй скоро начнут но ты же от нас сейчас не уйдешь нет я не уйду пока не верну должок твоей сестре что ты что не в курсе она мне жизнь спасла а у но это я раньше ты жива а уж я то как на чем я в игре не нравится что очень много бегом в пустую то есть просто какие тут перебежки непонятные а вот и наш форт он большой и страшноватый вон то здание слева это же часовня да я думаю да отлично значит пойдем вдоль берега и попадем куда надо ездец тут доль берега идти здесь десять километров блять доль берега идти а миссия тут кровь а нет мертвый человек что он в цепи давайте вернемся нет нам нужно добраться до часовни а миссия у нас тут мертвец мы будем осторожны и чё ну ты неугомонная и чё то что ты чё мертвецов блять никогда не видела чё за подлаги нахуй чё блять мертвецов никогда не видела пиздец ладно ты чё думал у них здесь райский остров что ли чё ещё не хватает чтобы ночь наступила и крысы вылезли тут мертвец говорит я не хочу это увидеть давайте туда вернемся там хорошо а тут мертвец ну всё да чёрт его убили тихо какого чёрта он прямо над нами кто это не знаю не высовывайся чёрт ясно о ком речь отпусти меня свинья чёрт кто это такие судя по виду работорговцы работорговцы они ловят людей и продают их как скот правда они нас здесь остановли крик да блять здрасте да вроде пиздец пиздец а 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 че они люди то вообще а а а а а а им похуй жив я не жив даже ничего не сказали там о миссии это целло да я здесь ты не ранена нет но они убивают всех посторонних не будем терять время а а а а а а texts и у хуя не делать бежать на хуй я же говорит для действуем по практике на хуй пиздук нет не получилось как же тупо как же вот эти вот момент знаете вот чем мне опять же игра не нравится тем что вот мы идем либо идем в пустую а потом вот пока и появляются такие локации где нам надо пройти по стелсу то есть я не чувствую атмосферы какой-то знаете видео ты можешь чувствую здесь нет крыс хуёво елку шли снег крыс кто сунется убейте хотя вряд ли они вернутся еще один для успеха находятся еще так знаете что так медленно так не торопясь ходят так медленно не торопясь вульгарно вообще никуда не торопится иди отсюда толстопус а доктору можно тут не найду дуйте за мной у нас гости оху пробегаем ребят да блять да как он и перехватывает то блять блять да заебали вы суки вот в чем опять же прикол ребят в том что я не могу с ними никак бороться блять вот что меня сука больше всего бесит блять что больше меня всего бесит я никак с ними нахуй не могу бороться серию нахуй надо заканчивать и в пизду эту игру я немножко знаете расстроена уже говорил в этой игре туда можешь вообще знаете удивительно то что меня никто нахуй этой траве не видит я ресурс пособираю можно блять вот знаете про хочешь пробежать мимо а срабатывают ягучий скрипт у меня не видит у меня как бы видит но как бы не видит у меня как бы видит но как бы не видит блять да как ты меня нахуй нашел пиздюк а здесь все подожди а здесь как подожди а здесь как нахуй здесь надо что-то перетянуть блять да что-то а вот оттуда блять надо наверх то есть охуенно то есть мне надо пройти наверх оттуда пустить эту нитку потом слезть вниз потом блять там подрочить тут поделать понятно поищем другом наверх забирайся сейчас тут есть еще веревка отлично она может дурачи вот они неужели блять я прошел нахуй этот момент ебучий до хорошего теперь мы в безопасности есть раз покажите почему здесь работорговцы что они тут делать 5 людей нахуй в рабство продающегося не просто случилось это них сюда пустили никто их сломок не пускать здесь веревка долбал ноет ноет а куда мне стрелять в дверь или куда куда игра хочет чтобы стрельну куда игра хочет чтобы я стрельну я стреляю дверь она не стреляется чё ты игра хочешь на меня на серию заканчивать нахуй чё ты хочешь от меня игра чего иди нахуй сейчас знаете почему я никуда не попадаю и никуда не сейчас потому что скрипт скрипт не сработал придумала как нам отсюда выбраться еще нет посмотрим для чего она потому что скрипт блять что не сработал смотри она поднимает здоровую она ведь тяжелая цепь вроде еще держится надеюсь этой софии мне нужна твоя помощь с удовольствием потому что она должна ее поднимать мы должны были обойти и давай наверх хорошо и 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 уходим согласно обязательно да надо было здесь возможность не те но я редко показывают правду не все жизнь для тебя розочки фут selling Такой наивный мальчик, просто пиздец. Вот здесь что, блядь, нельзя было залезть? Нахуя через дверь было идти? Вот здесь же можно было залезть и пролезть, блядь, спокойно, нахуй. Вон там можно было обойти, спрыгнуть через стену, блядь. Вот здесь вот можно было через стену подойти, перелезть, блядь, и всё. Нет, мы, блядь, лезем. Блядь, сука. У меня уже нервов к игре не хватает. У меня просто не хватает уже нервов, ребят. Ничего. Скоро всё закончится. Да в жопу это дерьмо. Ты чем-то недоволен, Диас? Да нет, всё нормально. Подумаешь, крысы лезут из-под земли, чтобы сожрать нас. А, рабы сбегают. А ещё... Мы теряем людей из-за этой чокнутой графини. Не гони, мы больше не работаем на графиню. Всё это предсказано на фресках. Крысы предвещают пришествие чада. И они голодные. Всё просто. Ублажим крыс, ублажим чада. И тогда нас ждёт светлое будущее рядом с ним. Граф склонится перед нами. А затем и весь мир. Скажи мне, сколько наших сожрут крысы, прежде чем явится твоё чада? Тебе не достаёт веры. И ты вечно, сука, блядь, со мной борешь! Ещё желающие! Вот и чудно. Тогда начнём. Кровь укажет чаду дорогу к часовне. И наш дорогой Тиас любезно вызвался первым. Чёртовы маяки. Мы должны им помочь. Слишком поздно. Я их остановлю. Стойте! Нет! Что ты делаешь? Я хотел спасти! Хьюго! Нельзя так просто убивать людей! Почему? Ты сама так делай! Потому что... И я это делаю быстрее! Не смей нападать на людей! Понял? Теперь ты будешь слушаться меня! Ясно? Да плевал я! Всё равно они все покойники! Хьюго! Какого чёрта? Ой, блядь! У пацана крышу нахуй окончательно сносит, блядь! Забантяй мелкий! Всё, давайте увидимся с вами уже в следующей серии. Там продолжим. Не знаю, что у нас там будет. Всем до встречи! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok